Имарят – дворцовый комплекс основателя Карабахского ханства Панахали Хана. С этого памятника культуры азербайджанского народа началось посещение города Агдам членов рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры, межведомственного центра, созданного в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана. В период оккупации комплекс использовался в качестве хлева для содержания домашнего скота. Каждая работа, проделанная в Карабахе, имеет для нас большое значение. Как вам известно, после возвращения наших земель большая часть историк архитектурных памятников была подвергнута разрушению, в том числе кладбище и морет, где мы сейчас и находимся. Наша цель – вернуть прежний облик этому историческому памятнику, проводя реконструкционные работы. В период оккупации вооруженные силы Армении не только учинили жестокую расправу над мирным населением, но и подвергли вандализму памятники культуры и искусства Азербайджана. Поджигались религиозные объекты, мечети разрушались, а православные и албанские соборы переделывались под армянские. Инвентаризация объектов истории и культуры в Агдаме уже завершена, предстоит процесс экспертизы и в дальнейшем их восстановление. У этого города большое будущее. В то же время, как вам известно, у Агдама есть богатое историческое прошлое. В этом будущем, которое создается, должна сохраниться эта история. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева начаты работы над проектами по восстановлению исторических и культурных памятников Агдама. Мы осмотрели в Агдаме памятники, восстановление, консервация и реставрация которых возможно. В ходе поездки члены рабочей группы по вопросам науки, культуры и истории стали свидетелями армянизации крепости Шахбулах, построенной в 1751-52 годах. В период оккупации здесь проводились незаконные археологические раскопки. Действия, идущие вразрез международным нормам, Армения в ходе оккупации принимала и в азербайджанском селе Узерли-Китапе, которое относится к бронзовому веку. Древние поселения они использовали в военных целях. Ния Рахман Васильям Руглиев, CBC